Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница в эфире телерадиоканала Страна ФМ продолжается. В эфирной студии сияющий Роман Шахов и ожидающая выходных Лиза Калинина, а также наш дорогой гость. Заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы, главный археолог Москвы, кандидат исторических наук Леонид Викторович Кондрашов у нас в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Спасибо, что вы позвали. Да, так еще и не с постыми руками. Дорогие друзья, вот обратите внимание, кто нас сейчас смотрит, не только слушает. У меня в руках очень красивая книга, очень полезная. Называется она «Археология Москвы» и автор, как написано, Леонид Кондрашов, главный археолог города Москвы. То есть, чтобы получить ликбез для всех живущих и для гостей столицы, мне кажется, непременно нужно ее прочитать. А и сегодня она еще может достаться в качестве подарка. Ну, вообще книга продается сейчас, да? Так, книга продается. Знаете, мне самому было любопытно. Я, что называется инкогнито, пришел в магазин. Так. И, ну, чтобы улучшить статистику, купил свою книгу. Здорово. Скажите, пожалуйста, как так случилось, что вы стали писателем? Автором. Будучи ученым, вот сразу ли был писательский зуд или чего это? Ну, вы знаете, вообще ситуация не очень необычная. Обычно ученые большие зануды, и они вначале погружаются в специальные студии. Знаете, ученые книги, они очень важны для понимания прошлого, но многие из них читать очень сложно. И это понятно, да? То есть надо доказывать буквально каждый постулат. И по понятным причинам, как правило, после этих таких серьезных научных книг пишутся научно-популярные книги. Так. Вот. Ну, проходит достаточно большой период времени. И, знаете, когда вдруг обратилось издательство «Эксмо», напросились на прием, так сказать. С предложением. С предложением, да. Я подумал, а почему бы и не сделать наоборот, потому что материала много. Тем более, вы знаете, наши коллеги из правительства Москвы, сайт Мосру, постоянно нас тормошат, говорят москвичам, интересно, дайте какую-то информацию. Мы отбрыкиваемся, говорят, отстаньте нам копать. А вы что-то копаете, вам некогда? Да, нам некогда, но, естественно, мы даем такую информацию. У меня, знаете, накопилось очень много вот таких вот черновиков, каких-то текстов, тем более сейчас компьютер. То есть можно открыть соответствующую папку, и там будут какие-то там тексты. И мне показалось, почему бы нет. Правда, должен сразу сказать, в книге больше вопросов, чем ответов. И это понятно, потому что, как я уже сказал, дискуссии по многим вопросам продолжаются. Поэтому мне показалось важным именно дать как можно больше информации. И там, где еще нет однозначного ответа, я просто так и писал. То есть читатель, наверное, сам может уже мыслить за учеными. Ну, возможно, наши последователи уже будут потом разбираться. Уже напишут более, так сказать, однозначную книгу. Эта книга, она научная или научно-популярная? Вот какому она? Нет, конечно, это научно-популярная книга. То есть она вся построена, ну почему научная, так сказать. То есть вся эта книга построена на тех данных, которые, во-первых, были получены в результате именно научных работ. Идет анализ именно, вернее, ну не идет, он обозначен, а именно научный анализ. Но здесь нет, конечно, всего и того доказательного аппарата, которым ученые обычно оперируют, когда пишут именно научную книгу. Ну и, естественно, написана она все-таки более живым языком. Спасибо. Что спасибо? За язык? За язык. Живой. Но все-таки каждый жанр требует своих приемов, своих описаний. Действительно, эта ситуация не очень обычная, когда научно-популярная книга выходит несколько раньше вот таких вот сухих научных трудов. Потому что материала очень много, по понятным причинам обрабатываться он будет еще достаточно долго. Дискуссия будет оживленная, серьезная. Я все боюсь, что вот побьют меня мои коллеги. Будет много вопросов. Да, много будет вопросов. Но, может быть, даже это хорошо, что эта книга выступит таким катализатором, так сказать, оживления дискуссии. И это безумно интересно, это очень важно. И без вот таких научных дискуссий, без обсуждения, без первоначального скепсиса, в принципе, нет научного исследования. Поэтому буду надеяться, что и моим коллегам-ученым эта книга тоже будет полезна. По крайней мере, они будут знать, о чем я думаю. Дорогие друзья, у нас сейчас небольшая пауза. Напомню, мы сегодня говорим о книге, которая называется «Археология Москвы». У нас в гостях сегодня автор Леонид Кондрашов, главный археолог города Москвы. Так что оставайтесь с нами, будет очень интересно. Друзья, Леонид Кондрашов в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ», заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы, главный археолог столицы, кандидат исторических наук и писатель. И мы, как и обещали, готовы отдать в руки двум нашим слушателям, либо зрителям, двум, в общем, два человека у нас сегодня окажутся с призами, книга, которая называется «Археология Москвы», уедет тому, кто, ну, давайте, пятым и шестым ответит верно на следующий вопрос. Вы меня, пожалуйста, поправляете, Леонид Викторович. Какой мост, археологический объект, поместился в подземном музее в столице, в Москве? Итак, пятое правильное сообщение, шестое, которое придет по номеру 909-928-189-9, окажется победным 909-928-189-9. Какой мост, археологический объект, поместился в подземном музее в Москве? Книги непростые, книги с автографами, обращаю на это ваше внимание. В Москву в последние годы хорошенько копали, там Тверская и так далее. Нашли ли что-нибудь такое, что вот прям, ну, ах, как говорится? Надо рассказать об этом, поделиться. Ну, вы знаете, скажу скромно, и, так сказать, Как есть, скажите, да, Леонид. Я думаю, что сейчас мы наблюдаем начало некой революции в... Археологии? Ну, в археологии, в истории, в понимании, так сказать, истории Москвы. И, видите ли, Москва с археологической точки зрения очень интересный город, ну, или, скажем, город с очень интересной археологической судьбой. Начиная от, ну, таких странных, я бы сказал, личностей. Например, был такой археолог Стелецкий, больше такой вот поклонник спелеологии, всяких подземных пространств. И, знаете, вот он обратился к комендантам Кремля и сказал, что под Кремлем очень много подземных ходов. Он им сказал, что так и есть. Значит, охрана сполошилась, дала ему людей, он там проводил какие-то раскопки, потом его выгнали, так сказать, потому что он подкопался под здание арсенала, как выяснилось. Вот, но не суть. А потом были большие стройки, метро. Знаете, особенно когда метро, выяснилось, что куда-то уходит бетон. А это же все-таки материальная ценность. Куда бетон на стройке уходит, знаете, в России тут разные варианты могут быть. А вот здесь был нюанс. Выяснилось, что он уходит в подвалы старых зданий, ну, которые вот археологизированных, то есть, которые здания уже разрушены, но на основаниях остались в культурном слое. И вот как дадут на бетон под давление, он пырсит туда, и все, и нет его. Вот, поэтому было сделано две бригады архивистов и археологов, которые вот эти ситуации просчитывали и проводили исследования. Потом в заряде, когда была замыслена огромная высотка, одна из высоток, которые должны были окружать Кремль, там проводились работы. То есть, в Москве как-то вот работы проводились вот такими вот, что ли, всплесками, а потом было затишье. Когда я приходил в Москву, мне говорили, ну, что, ну, сейчас поработаешь, потом будешь вот книги писать. Вы же с землякопа начинали. Да, я начинал с землякопа, да, интересно, что вы знаете. Вот, но не суть. Вот. А сейчас в связи с тем, что Москва стала очень динамично развиваться в последнее время, что проходят большие программы по благоустройству. Понимаете, город, он все-таки такой вот живой организм. Понимаете, он не может не поддерживать себя в каком-то нормальном состоянии. И археологические работы постоянно сопровождают все эти мероприятия. И, естественно, в нашем распоряжении оказался такой вал материала, который нас наталкивает на такое количество идей, дает такое количество знаний, которые, правда, надо все-таки как-то препарировать, осмыслить, что я думаю, что и уже это поколение исследователей, и наверняка следующее уже будет понимать историю археологии Москвы во многом по-другому, чем наши замечательные предшественники, которые великие ученые. Но они обладали гораздо меньшим материалом и более таким, знаете, парадическим, да, то есть более локальным, да, и техника была другая. И, кстати, вот вы сейчас затронули очень интересную тему, очень интересный нюанс. Давайте к ней вернемся чуть позже у нас маленькая фауза, после которой мы продолжим. Роман Шахов, Лиза Калинина в студии. Дорогие друзья, мы продолжаем. Хочу напомнить, у нас сегодня в гостях заместитель руководителя департамента культурного наследия города Москвы, главный археолог города Москвы, кандидат исторических наук Леонид Кондрашов в эфире, а также автор книги, которая называется «Археология Москвы». И две книги мы сегодня разыгрываем. Хочу напомнить наш вопрос. Какой мост, археологический объект, поместился в подземном музее в столице? Пятое и шестое правильное сообщение сегодня уедет с книжками. Книжку с автографом, да, будете читать на выходные. 909-928-189, ждем верных ответов. Итак, на какую-то мысль я смог Леониду натолкнуть? Да, знаете, что методика археологии постоянно совершенствуется. И мы сейчас, возможно, даже не представляем, как археологи будущего будут вести исследования. Мы вообще-то не представляем. Буду профессионал хотя бы. Для нас как-то очень любопытно. Знаете, самое такое смешное, в фильмах вообще смешно про археологию, в том числе и про палеонтологию рассказывают. Знаете, пусть не археология, а палеонтология, но очень интересно в парке юрского периода, там бац, молотком, и вот на экране живой динозавр практически. Но знаете, очень много уже близко, что очень много, естественно, научных методов, которые позволяют вести исследования. Вот для Москвы я приведу такой пример, что наши коллеги, когда проводили раскопки на Красной площади рядом с Кремлем, они пригласили специалистов, палеоботаников. То есть культурный слой промывался и рассматривался под микроскопом, и там обнаружили пыльцу средневековых растений. И по этой пыльце определились, что вначале была опушка леса на Красной площади. Нормально. Там были вот такие лесные растения, характерные для таких открытых пространств. Видимо, оно нашим предкам понравилось. И дальше появляются полевые растения. То есть, значит, эта поляна была распахана, и там появилось поле. Потом это огородные культуры. То есть мы видим, что застройка уже к этому месту приближается. Ну и как в деревнях, знаете, да? То есть за домом находятся огороды. Огородчики у Красной площади. А потом появилась помойка. То есть уже, значит, пришла застройка. То есть вот растение, как крапива, которое сопровождает уже жилые здания, она уже там появляется. Понимаете, раньше, когда археологи, например, отбирали целые горшки и выбрасывали черепки, что сейчас не делается, да? Вот можно было бы, скажем, на уровне 19 века представить, что сейчас ученые по таким микроскопическим, да, так сказать, объектам, как пыльца растений, по сути, восстановят историю освоения этого места. Фантастика. Так и мы не можем, наверное, представить, что наши последователи могут, так сказать, по тому же материалу, так сказать, сделать какие выводы. Поэтому, вопреки распространенному мнению, археологи совсем не стремятся копать как можно больше. Мы, наоборот, стремимся сохранить как можно больше. Но понятно, что в городе, где, вот, например, ну, проложили трубы, да, они уже... Ну, копают не по вашей инициативе, просто порой вас приглашают. Ну, приглашают нас, потому что есть такой закон. Но надо понимать, что те трубы подземной коммуникации, часто фундаменты зданий. Вы знаете, например, где-то в конце 19, начало 20 века, но в Москве стали широко применять дренаж и делать подвалы, потому что до этого уровень грунтовых вод был достаточно высоко. И, так сказать, верхние горизонты грунта достаточно сильно осушили. Но поскольку многие здания были сделаны на деревянных сваях, и к ним в результате подпустили кислород, эти сваи стали гнить. И сейчас очень многие старые дома приходится фундаменты укреплять нашим коллегам-реставраторам, потому что, ну, уже вот прочность, что называется, становится... Аварийной. Да, аварийной. Копримонт нужен. Ну, да. То есть очень много того под землей, что приходится как-то ремонтировать, делать заново и так далее. Тем более, ну, в то же время, знаете, к нам прислушиваются, и сейчас поменяют специальные технологии, специальные пластиковые трубы, куда уже коммуникации засовываются. То есть теперь, если они сломаются, протекут и так далее, не надо копать. То есть достаточно из этой пластиковой трубы вынуть ее содержимое и ее поменять. То есть, как нам говорят коллеги, мы надеемся, что лет 50 на этом месте уже копать не будут. И та археология, которая находится вокруг, она будет сохранная. А дальше там посмотрим. Ну, наверное, уже наука сделает какие-то шаги вперед, и эти исследования дадут нечто новое по сравнению с нашими исследованиями. Вот скажите, пожалуйста, когда создавался парк Казаря, где ведь тоже была информация, что нашли много всего ценного. Так ли это? И там же тоже представлено... Слушайте, это там фантастическое место. Да, вот расскажите поподробнее. Во-первых, я вам скажу, что это место для каждого московского археолога, это, ну что ли, ну не хотелось бы сказать слава, типа святое, но очень значимое, важное место. Дело в том, что я вам говорил, что раскопки в Москве проходили вот так вот поэтапно. И раскопки, сопровождающие строительство высотного здания, долго были образцом и примером материала для московских археологов. Вот я когда читал, вот входил в профессию, я читал книги о раскопках в Заряде. Смотрел материал, который там был опубликован. То есть для нас это вот такой вот эталонный, хрестоматийный образец, место. И хотя многие скептики говорили, ну что там можно найти, да, там. Все уже нашли. Уже все нашли, да, там под гостиницей России был огромный подвал. Этот подвал с расчетом делался на высотное здание. Знаете, даже существует легенда настолько огромная, что там стоял танковый полк «Последней надежды» спрятан. Ух ты. Вот, ну это легенда. Легенда, понятно. Да, вот, но тем не менее. Ну, значит, этот подвал занимал не все место современного Зарядья. Там еще оставались места, где остался нетронутый культурный слой. И он дал многосшибательный археологический материал. Ну, во-первых, была найдена берестяная грамота, поведавшая очень интересную историю о торговых отношениях. Был обнаружен клад, который, скорее всего, свидетельствует о такой вот протобанковской деятельности. Поскольку он был расфасован в такие небольшие кувшины, мы нашли отбитые запечатанные горлышки. Золото нашли? Нет, ну, золото, знаете, на тот момент было мало и практически не использовалось в обороте. А монеты были серебряные, да. И это, грубо говоря, знаете, до сих пор во многих исламских странах остался вот такой вот механизм, когда вы заходите в какую-то коморку, там сидит дедушка. Вы ему оставляете деньги, поскольку путешествие с деньгами опасно. Он вам описывает записочку. И в пункте назначения, вы уже знаете, в какую коморку прийти, там сидит второй дедушка, который по этой записочке выдает вам деньги забыть. Голубь принес, наверное, записочку. Вот как это действует, до сих пор непонятно. Друзья, сделаем паузу, осмыслим и вернемся. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Дорогие друзья, для нас он гораздо важнее и значимее, чем Индиана Джонс. Леонид Кондрашов в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Настоящий археолог. Слушайте, кстати, вы знаете, что вот интересно, но более антиархеологичного персонажа, чем Индиана Джонс... Не существует? Да я вообще не встречался. Когда особенно мне нравится, когда он с ножом подходит, так, на чем-нибудь там спорит, там мешочек, помните, там... Которому тысячу лет. Да, тысячу лет, там что-то разворошит, возьмет. Я не знаю, я думаю, что... То есть археологи не смогли его держать. Большинство, так сказать, зрителей, слушателей, конечно же, понимают, что это, в общем-то, не археология. А я расскажу, знаете, один из наших, ну, таких вот, столпов московской археологии, его пригласили консультировать фильм «Джентльмены удачи». Вот, и он долго, вот как я сейчас, значит, вам рассказывал, как надо, значит, раскоп, какой он ровненький. Ликбез провозил такой. Потом сказали, нет, знаете, нам это не подходит. Пам-пам-папара-пам. Да, да, да. И вот сделали эту яму, где они нашли, значит, этот шлем. Александра Македонского. Александра Македонского. То есть это совершенно не археологические раскопки, совершенно не то, но руки этого археолога, так сказать, в кадр... Вошли. Вошли, вошли, да. Вот, но это для нас тоже такая хрестоматийная байка, но она, вот в отличие от предыдущих, которые я рассказывал, совершенно правдивая. Это Рислав Форзенфельд, очень важный для археологии московый ученый, и действительно его руки показаны на вот этом экране, хотя сама процедура тоже анти-археологичная, потому что очень важно подчеркнуть, что археологи не охотники за древностями. Понимаете, сама по себе находка артефакта, может быть, событие радостное, но науке она дает мало. Только если археолог тщательной фиксацией включит ее в систему координат, если он напишет, при каких обстоятельствах была найдена эта, так сказать, находка, только тогда она становится источником научных знаний. Без этого она становится курьезом, знаете, вот как раньше уникам, как вот раньше в пункткамерах размещали, ой, смотрите, какая забавная штучка. Исторических выводов сделать, поэтому, ну, трудно, по крайней мере, не очень усеченные. Поэтому очень важно, возвращаясь к нашей теме археологии Москвы, чтобы археологи в ходе вот всех этих программ, благоустройства, строительства и так далее, получили время для того, чтобы все-таки свои специальные методики применить. Для этого требуется время, и наши коллеги по правительству Москвы, мэр Москвы поддерживает, так сказать, такой вот алгоритм. Археологи выходят раньше строителей и проводят раскопки. Ну, там, где необходимо. Знаете, иногда зимой даже делают такие теплые укрытия, где они, в смысле археологи, работают. Потому что если уже строителям надо, а времени нет, да, то тогда они обеспечивают уже вот условия нашим коллегам, археологам. И мы, получая от археологов отчеты, внимательно следим. Я, так сказать, не только археолог, но еще сотрудник органа охраны памятников нашего департамента культурно-наследия. Вот, то есть археологи работают, а мы сурово хмурим брови и говорим, что-то вы, ребята, да, как надо. Скажите, вот для обывателей археология такая наука и вообще и профессия археолога очень удивительная. И многие хотят поучаствовать как-то в процессе, привлекали раньше волонтеров. Вот сейчас как-то человек со стороны может присоединиться к экспедиции в Москве, например, или невозможен сейчас этот опыт? Нет, это возможно. Возможно. Да, и более того, скажу, что добровольцы постоянно, ну это постоянный, что ли, фактор археологической экспедиции. Но надо сразу сказать, если человек хочет присоединиться к археологической экспедиции, он должен свои физические кондиции очень трезво оценивать. Хотя, наверное, в Москве это проще, но не смог, пошел домой, да, так сказать. И это будет один из эпизодов, так сказать, твоей жизни. Если человек отправится в какую-нибудь дальнюю экспедицию, да, то уже так вот прервать ее. Это непросто. Будет уже непросто, потому что все-таки работа в большой степени рутинная, однообразная. Это не значит, что каждый день вы будете вытаскивать клады, сокровища или спарывать тысячелетние мышки, допускать, как Индиана Джонс. Вот, но, конечно, мы приветствуем, так сказать, участие добровольцев в раскопках, но сразу заговорим, что будет начальник, профессиональный археолог. Безусловно. Будут такие, ну, знаете, когда я был участником экспедиции, мы их называли квадратенфюрер, значит, поскольку раскоп разбит на квадраты, да, то есть есть профессиональные археологи, а есть профессиональные участники экспедиции. То есть, ну, наверное, самая близкая, бригадиры. Такие руководители. Ну, знаете, вот западные даже, вот, терминологии есть такой, да, технишен археологист, то есть вот человек, который на раскопе наблюдает, чтобы правильно копалось. И, конечно, он будет руководить такими добровольцами, не всем это нравится, будет определять то, что надо делать, достаточно сурово, что надо делать. Поэтому, знаете, есть люди, которые вот к этому относятся спокойно, продолжают работать вместе с археологами, а есть люди, которым это очень быстро надоедает, да, и они нас покидают. Но надо понимать, что самостоятельная работа в этой, понимаете, то есть человек, как правило, просто испортит. Не то, что даже он сможет что-то... Ну, нет квалификации, конечно. Да, да, но, знаете, мы перескакиваем по себе на тему вот этих незаконных копателей. Нам говорят, вот если человек любит историю, почему вы ему запрещаете, ну, покопаться где-то? А именно потому, что вот часть, важная часть вот этой научной информации, если вот такими непрофессиональными методами работать, если просто вытащить какой-то артефакт и положить себе на полочку, то, возможно, какая-то часть очень важной, нужной информации будет просто утрачена. Понятно. Этого нельзя допустить. Друзья, трезвый взгляд на древнюю Москву у нас сегодня в программе «Лучшее в стране». Леонид Кондрашов помогает нам, историк и человек, который занимается археологией всю свою жизнь, а также пишет замечательные книги. И мы вот сейчас будем подводить итоги. Кто-то получит эти книги. Слово «Лизе». У нас был вопрос. Я его еще раз озвучу. Какой мост, археологический объект поместился в подземном музее в Москве? Леонид, правильный ответ. Это Воскресенский мост. Да. Он находится в музее археологии Москвы. Так. Прямо рядом с Красной площадью и Манежной площадью. Практически является частью Манежной площади. Это удивительное сооружение, которое на самом деле было мельничной плотиной. Долго перегораживало реку Неглинную. И в 1117 году, когда эта территория была засыпана и появился Александровский сад, этот мост оказался под землей. И мы готовы озвучить победителей. Нам правильно ответили Марина Семенова из Санкт-Петербурга. Никитина Марина Семеновна из Санкт-Петербурга. Вот будет изучать Москву. Поздравляем вас с душой. Поздравляем. И еще одна победительница Наталья из Москвы. Мы девушкам желаем удачи в археологии. Может быть, когда-то они тоже отправятся в экспедицию. Поздравляем. Очень хорошие призы и подарки для вас. Посмотрят на столицу, в любом случае, другими глазами. Да. Мы продолжаем наш разговор. Остановились на том, что многие люди пытаются быть волонтерами, едут в археологические экспедиции. То есть они едут. Они едут. И знаете, очень многие археологические раскопки. Все-таки финансирование – это вещь такая странная. Понимаете? Иногда бывает, что финансирование находит, ну, скажем так, на мой взгляд, рядовые объекты. Меценаты какие-то появляются. Нет, не меценаты. Знаете, есть же и система грантов, и государство поддерживает археологов. Конечно, как полагается, археологи говорят, что недостаточно финансирования и так далее. А иногда какие-то вот удивительные, уникальные объекты финансирования обходят стороной. И эти объекты раскапываются. Ну, и сами археологи являются подвижниками. Что надо раскопать, но денег нет? А, вот так, да? То есть у вас есть, так сказать, информация, где найти деньги? Нас смотрят. Нет, ну, знаете, как я уже сказал, если говорить серьезно, то не надо стремиться раскопать как можно больше. То есть, или это должны быть, как мы их называем, спасательные работы. То есть мы понимаем, что здесь будет строительный объект. Если мы не можем его подвинуть, или какие-то вот ремонтные работы, работы по благоустройству, как я говорил, чтобы поддерживать город в живом состоянии, то надо предусмотреть финансирование на проведение спасательных археологических работ. И у нас в Москве это делается посеместно. А вот те места, которые не будут затрагивать хозяйственную активность, это должна быть или научная программа, или какие-то вот такие вот научные резоны. Бывает, знаете, с появлением водохранилищ, с тем, что реки изменяют русла, часто подмываются берега. Естественно, многие поселения располагались около водоемов. Вот сейчас их приходится спасать уже не от человеческой деятельности, а от, так сказать, природных явлений. То есть там проводятся такие работы. То есть каждый раз решение принимается взвешенно. И, как правило, теми или иными путями финансирование находится. Вот поэтому не стоит, наверное, из благих побуждений... Что-то рыть. Что-то рыть, и в том числе, как бы, вот так вот бездумно, даже если кто-то захочет, там, сказать, потратить какие-то деньги. Вот. А надо сказать, что надо понимать, что археологические работы, поскольку это ручной труд, поскольку участвуют достаточно... Кропотливый. Кропотливый, да. И участвуют в большей экспедиции, все-таки, конечно, занятия не дешевые. Да. Скажите, пожалуйста, Леонид, где можно посмотреть то, что уже отрыли? Где артефакты представлены? Ну, знаете, у нас в Москве тоже очень, на мой взгляд, правильная, положительная практика. Мы договорились с нашими коллегами, музейщиками. То есть обычно, как вот в течение трех лет археолог должен сдать коллекции в музей, потом они там еще полежат. То есть, как правило, эти артефакты видит уже следующее поколение. А мы стараемся, чтобы те находки, которые сделаны в Москве, например, в музее Москвы, мы проводим специальные выставки, где показываем самые вот находки. Но кроме музея Москвы, который, в общем-то, является главным хранилищем и экспозицией археологических находок, существует замечательный музей-заповедники. Коломенское, Царицыно. Много федеральных музеев, которые рассказывают об археологии всей России. Ну, во-первых, это Государственный исторический музей. Конечно. Так сказать, один из первых таких вот объектов. Музей Востока со своей спецификой, который часто устраивает археологические экспозиции. То есть Москва в этом плане счастливый город. При желании можно ознакомиться с достижениями археологов не только московских, но и со всей территории России. Ну, не знаю, например, экспозицию ГИМа, я помню, с школьных лет. И там действительно каждый зал, это вот как страничка учебника. Он огромный. И, наверное, вот туда надо ходить не один раз, да, вот. Каждый раз, как бы, обновляя свои здания. И открывать для себя страницу истории. А у нашего музея Москвы своя специфика, да. То есть это вот те находки, что называется, с пылу с жару. Самые актуальные. Самые актуальные. Хотя вот несколько лет... Ой, в этом году, недавно закрылось, была выставка находок с Манежной площади. И я себя вновь почувствовал, во-первых, кудрявым. Я был кудрявый, да. Таким молодым археологом. Еще без бороды. Так. Вот. И когда я увидел все эти находки, которые я, вот, так сказать, лично находил в 93-м году, когда я увидел полевые дневники моих коллег, мой туда не попал, видимо, из-за плохого почерка. Вот. Но, знаете, это чувство было очень... Вы тоже стали историей? Еще нет. Ну, слушайте, для этого, для вот... Для вашей профессии, ну, конечно, уже. Во-первых, археология начинается по закону через сто лет, поэтому уж извините, я еще как бы... Теперь мы знаем. Теперь мы же и знали, видите, вот такие. В археологии я еще не гожусь, так что, ну, будем стремиться. Спасибо вам огромное, безумно интересно. И мы советуем всем прочитать книгу, чтобы, ну, повысить свои знания, навыки. Сходите в книжные в выходные. Да, спасибо большое. У нас в гостях сегодня был заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы, главный археолог Москвы и кандидат исторических наук Леонид Кондрашов. Безумно было интересно. Спасибо. Спасибо вам и спасибо всем зрителям и слушателям за интерес к археологии. Класс. Счастливо. Спасибо. Спасибо.